Сегодня я выбрала до себя эту легкую романтичную юбку. Если вы та самая легкая романтичная женщина, то сегодня эта юбка привнесет в вашу жизнь еще больше легкости. Да-да, сегодня мы поговорим о фуншуе, когда внутренние энергии и внешние соединяются, и женщины чувствуют себя в гармонии. Это очень важно для нас. То есть, как я правильно понимаю, Свет, фуншуй в одежде означает удобство в первую очередь, правда? Конечно, я говорю сейчас о легкости, о комфорте, дорогие друзья. И мы желаем, чтобы эта легкость и этот комфорт были в вашем доме. Ну а сейчас вы готовы пойти со мной, чтобы познакомиться, какие цвета у нас с вами для вас приготовлены. Я выбираю белоснежный цвет с черным горошком. Любочка выбирает сегодня темно-синий с белым. Но это еще не все цвета. У нас три цвета, дорогие друзья. Итак, я хочу сказать, что на любой вкус и цвет у нас для женщин всегда есть коллекция юбок. Но хочу рассказать немного истории. Итак, Надя демонстрирует классический черный с белым горошком. А знаете, когда впервые появился этот принт, он правильно называется «Полька Дот». Он появился в 18 веке в Швейцарии, когда женщинам наскучили однотонные ткани. И они захотели внести в свой гардероб немножечко романтизма и веселья. Так появился первый горошек. Но еще тогда его не могли вот так вот привнести на принт, как принт. Его вышивали. Представьте себе, какой был сложный этот процесс. Я представляю, это как было трудоемко, друзья. Вот целую юбку взять и расшить такими потрясающими горошинами. Теперь это вам делать не нужно. Вам нужно просто один звоночек совершить. Для всех, друзья, для всех модницы белый и черный и синий. А я хочу рассказать о летящей ткани. Это шифон. Дорогие друзья, раньше шифон был дорогостоящим материалом, потому что процесс его появления был очень сложным. Тонкая шелковая нить. А я сейчас хочу сказать, что мы видим с вами декоративный шифон, где участвуют синтетические волокна. Благодаря этому наша юбка Лина более долговечна. Ткань не мнется. Но она точно такая же легкая, струящаяся. Я еще хочу сказать, что только шифон отличает тот факт, что здесь нет лицевой и изнаночной стороны. Она одинакова. И это подтверждает то, что это настоящее производство шифона. Обратите внимание, насколько ярко мы видим рисунок с изнаночной и лицевой стороны. Я вижу, что это произведение искусства, друзья. Несмотря на то, что это такой ритмичный принт, который повторяет сам себя, дублирует. Это все равно, насколько это красиво. Оцените. Важно еще, когда вы, допустим, шьете юбку себе сами, вы покупаете эту ткань. Посмотрите на цену. Представьте, сколько бы вы отдали за отрез вот такого качественного шифона. Свет, какие сейчас цены? Сколько стоит метр шифона в магазине? Я хочу сказать, что сейчас шифоновое полотно, во-первых, очень редко встретишь. Из него очень сложно шьются вещи, особенно платья. Ну и мы говорим о том, что метр декоративного шифона в магазине стоит порядком от полутора до двух тысяч рублей. Только метр. Здесь на эту юбку по косой, если это кроите, говорить о том, что мы здесь не сшиваем лоскутки, а используем цельную ткань, дорогие друзья, здесь вот именно на юбку Лину уйдет приблизительно 2-2,5 метра. Ну это вообще такое мучение шить из шифонов. Вспомните, пока сделаешь обработку. Вот я пробовала шить платьице. Сыпется страшное дело. Самому это сделать нереально, а заказывать где-то вы заплатите за ткань, еще и за работу. Давайте еще поговорим о том, что если мы используем шифоновый материал, то производители позаботились о вас. Мы видим сейчас нижнюю юбку. Она будет закрывать лицевую часть, прозрачную юбку. Ваши ножки не будут просвечивать. Поэтому я сегодня с белоснежной юбкой выбрала тонкие капроновые колготы. И посмотрите, что ткань не дает просвечиваться. При этом многослойная юбка выглядит очень нарядно. Я еще хочу сказать, что рисунок горошек используют дизайнеры для того, чтобы отвлечь от особенностей фигуры. Наша юбка не только струящееся полотно, это еще и романтизм. Продолжение следует...